Как бы иначе, следует признать, что это наш стиль. Например, в своих книгах я привожу сравнение этих изображений с греческими изображениями Гермеса, которые есть на зданиях Одессы, их много. Они есть и в археологическом музее, и это именно в греческом стиле изображения Гермеса. Нет проблем, нет претензий. Но это имеет параллель и с ретринской иконографией, и с скандинавской иконографией, и даже с египетской, иранской и индийской. Если уж так проводить параллели. Но в традиционной греческой иконографии крылья именно на шлеме Гермеса. Тут никакого, никакейшего, ни малейшего шлема Гермеса нет. Тут на его священном челе Ачелье, по центру которого солнечный камень, и крылья растут то ли от очелья, то ли от головы. Но никак не от какого шлема, как в греческой иконографии. И версия иконограмм Рады, которая присутствует на этом здании, также никак, ну при любой натяжке, перетяжке, затяжке, или как бы тут ни придумывать, ну никак, не просто, ну нельзя даже подумать, выдать это за греческую иконографию. Это традиционная наша славянская ведическая иконография. На так называемом пассаже в Одессе присутствует также изображение много чего, даже очень много чего. Но вот на самом пассаже ведического как раз очень и очень мало. И вообще я высказываю некое даже сомнение, что это ведическое, поскольку даже, даже если оно бралось за основу с ведических прототипов, но оно настолько уже всё искажено, что, извините, но это не ведическая иконография, это не ведическая архитектура. Например, хоть можно видеть там изображение с одной стороны мужской, с другой женской фигуры, и можно и по спиралям, и по всему соотнести это, к примеру, с Тиффоном и Тиффонидой. Можно. Но как бы тут столько других разных элементов, не свойственных ведической иконографии, что вот конкретно, что касается пассажа, его ведическость я никак не утверждаю, не намекаю, и даже, возможно, буду спорить, если кто будет подобное утверждать. Поскольку хоть некий отдалённый звон чего-то ведического тут и имеется, но чистота уже потеряна, чистота наглухо потеряна. Но есть, например, здания, где присутствуют и львиные гербы, от которых идут спирали традиционные для иконограмм Рады, а в другом месте там же присутствуют изображения солнца в специальной арке. Кстати, есть в Одессе и изображения крылатой змеиногой Рады. Они присутствуют и на том же самом Краеведческом музее, и, допустим, на улице Жуковского, 14. Присутствуют иконографические композиции, символизм которых вообще тянется с глубочайшей древности, с глубочайшей именно Трипольской, Скифской древности. Что касается, допустим, если возвращаться к зданию историко-краеведческого музея, то на нём присутствует и ряд других важных и нужных для осмысления иконографических композиций. Например, присутствует изображение Ара Рода в неком своде некой арки, под которой присутствует символическое отображение Сварги. Также на балконах этого здания решётка этих балконов сплетена так, что там присутствуют знаки Трёхславной Ратайи. Это своеобразного креста в круге, креста, состоящего из четырёх своеобразных геральдических лилий, если как бы говорить в современной терминологии. Ну, конечно же, присутствуют там и акротерии, присутствует и много всего другого. Но, извиняюсь за многократную, многолетнюю задержку, но это всё я буду рассматривать в отдельном видео, которое я посвящу именно Одесскому краеведческому музею. Если же мы вернёмся сейчас к Жуковского, 14, то мы увидим, что там на здании, кроме изображений Рады, там присутствуют и другие изображения, которые также важны и нужны в контексте наших исследований. Например, присутствует изображение Гермеса, голова которого сделана именно в греческом стиле. Снова никаких претензий в греческом стиле. Факт. Но присмотритесь, над чем он? Он изображён над неким столбом, состоящим из разнообразных витков растительного орнамента. Прекрасно. Это я советую запомнить. Запомнить. И постараться соотнести, поскольку в Одессе есть ещё несколько зданий, на которых присутствуют подобные элементы. Присутствуют. И, например, одно из таких зданий – это музей западного и восточного искусства, на котором венчает композицию уже не голова Гермеса, а изображение птаха. Тут снова можно вспомнить, допустим, спинку шкафа одного из экспонатов во Львовском музее этнографии и художественного искусства. Тут можно вспомнить много чего другого, но по сути дела, вот эта сложная растительная такая композиция – это отображение символизма Аллатарра, мирового древа, мирового столба, мировой горы, мировой оси, из которой растут миры и мироздания, на вершине которого присутствует Всевышний Ра, которого можно изображать в виде солнца или в виде птаха, ну или, соответственно, поскольку Гермес – это также некая поздняя греческая искажённая версия понимания того же Всевышнего Ра, то, по сути дела, ну всё как положено. И если снова мы возвращаемся на Жуковского 14, то там рядом присутствует ещё одно интересное изображение, которое, возможно, является изображением Ра, возможно, является изображением Бога Морей, от которого в обе стороны расходятся своеобразные спирали. Этот вопрос ещё требует изучения, поскольку тут не всё так однозначно. Возможно, даже это искажённая форма изображения Зеленбога. И, кстати, присмотритесь на вот этом здании, которое практически никому не нужно. Посмотрите на этот аварийный балкон, ну на всё это посмотрите. Просто мне стыдно, что мне приходится приводить вам древнее наследие в таком состоянии. А стыдно должно быть не мне, а администрации нашего города. Нашего замечательного города. Наследие которого пылится и разрушается. Присмотритесь к акротериям, пока они ещё не отвалились. Это древнее наследие. Очень древнее. Например, в Одесском археологическом музее присутствуют старинные предметы, которым более двух тысяч лет, на которых присутствуют точно такие же акротерии. И, к счастью, тех предметов, к сожалению, по этому зданию, они в лучшем состоянии, несмотря на то, что им две тысячи лет. Идём дальше. Возвращаясь к гостинице, напоминаю, как бы, что та иконография, которая на ней совмещает в себе иконографию ведическую, разных её вариантов. И, по сути дела, это местная наша, можно сказать, некий одесский даже стиль, совместивший разные версии ведической иконографии, но не греческую. И на самой гостинице преобладают изображения Ра в виде крылоголового бога и изображения Ра. Но в Одессе есть другое здание. Также архитектурный памятник, также, не скажу снова, что очень древнее, но староватое здание. На этом здании присутствует совместная иконографическая композиция, объединяющая в себе особенности, как иконограмм Ра, так и иконограмм Рады. Крылья от иконограмм Ра, священная вязь от иконограмм Рады и цветы тоже от иконограмм Рады. На этом здании присутствуют две арки, над которыми присутствуют изображения, совмещающие в себе особенности изображения Ра и Рады. И именно по нумерологическим соображениям мне удалось определить, какое из них является